МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом офицеров открылся после капитального ремонта. Туда уже переехали техношкола и культурный центр. Еще два участковых пункта полиции появились в округе. Тамелинская птицефабрика и Красная горка теперь в безопасности. В правительстве Подмосковья прошел форум работников ЖКХ. Ряд благодарственных писем вручил губернатор области Андрей Воробьев. Чемпионы на Люберецком ринге. Турнир по смешанным единоборствам провели во дворце спорта «Триумф». В городском округе выбрали миссис Люберце 2018. Всего в конкурсе красоты приняли участие 11 женщин. В минувший четверг во дворце спорта «Триумф» прошел масштабный флешмоб «Бокс объединяет». Он был организован в Федерации бокса России. Более 500 человек провели бой с тенью. Один из тренировочных элементов единоборств. За ними наблюдали полторы тысячи зрителей. Руководила тренировкой Софья Очигава, серебряная призерка Олимпийских игр в Лондоне. Более 500 боксеров из Москвы и Московской области собрались в Люберцах для участия в спортивно-патриотическом флешмобе, чтобы сделать миру послание и показать, как может сплотить этот вид спорта. Торжественное событие открыл Владимир Ружицкий. Люберцы – это территория спорта. У нас самые разные виды спорта. В первую очередь я благодарен Федерации бокса России, что принято решение вот эту акцию «Бокс объединяет» провести у нас в Люберцах. Флешмоб поддержали олимпийские чемпионы Вячеслав Яновский и Софья Очигава, которые и провели тренировку «Бой с тенью» – комбинацию основных боевых связок в боксе. За событием с трибун наблюдали более полутора тысяч человек. «Бой с тенью» – тренировка самого себя, чтобы увидеть свои недостатки и ошибки. Очень живо так, очень хорошо организовано, очень хорошо, что очень много молодежи. Мы занимаемся боксом с детства, и этот флешмоб придуман для того, чтобы популяризировать среди молодежи его. Мы делали основные удары, уклоны и работали с тенью. В этот день флешмоб «Бокс объединяет» провели во всех регионах России, собрав более 50 тысяч участников по всей стране. В Московской области, помимо Люберец, он также состоялся в Серпухове. В завершении мероприятия во Дворце спорта «Триумф» прошел концерт. Я за тобой побегу на край света, сквозь сердца вперед ты. Даниил Михайлов, Анна Троян, Никита Скраган, Константин Черепов и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Полторы тысячи квадратных метров настоящего творчества. После капитального ремонта в Люберцах торжественно открылся Дом офицеров. Теперь в учреждении есть все для досуга жителей от мала до велика. Это техношкола, школа искусств, танцевальные кружки, театральные и художественные студии, шахматный клуб и даже спортивная секция для пенсионеров. Сенсоры говорят о том, что я полностью функционален и готов к действию. Робота с космическим именем Миконоид сами запрограммировали юные люберчане. Воспитанники техношколы занимаются инновационным творчеством. Собирают из конструкторов машинки, квадрокоптеры и даже электронные части тела. Никита Морозов сделал пластмассовую руку. Я решил ее усовершенствовать и сделал вот такой экзотелет. Это первый самостоятельный центр техношколы, но площадка уже 21 в Люберцах. Курс мы только запустили, поэтому сейчас занимается 60 человек. А центр рассчитан на 600 человек и 7200 детей в год. Мы нацелены на то, чтобы воплощать научные, интересные, творческие проекты, именно техническая направленность в жизни. Новый филиал технической школы будущего в обновленном доме офицеров занимает большую площадь. 700 квадратных метров для полета, фантазии, программирования и развития технических способностей у малышей, студентов и даже взрослых. В других кабинетах тоже сконцентрированы таланты. Это и школа искусств, где дети познают музыкальные инструменты и танцы всевозможных направлений. Научиться рисовать, как великие художники, развить свой интеллект в шахматном клубе и позаниматься спортом, если тебе уже далеко за 50. Капитальный ремонт дал вторую жизнь Дому офицеров. Только театральных студий здесь уже три. Ах, Николушка, какие красивые цветы ты мне сегодня утром подарил. Новый исторический этап Дом офицеров открыл благодаря губернаторской программе «Культура Подмосковья». Такой масштабной перезагрузки здесь не было никогда. Его построили еще в 1933-м. Теперь здание как новое. Ремонт удалось сделать в течение двух лет. Я надеюсь, что здесь на самом деле будет очаг культуры. Конечно, цена вопроса такая немаленькая – более 123 миллионов рублей. Мы, сообща с областью, есть программа развития культуры в Московской области. Мы в него вошли и при конкретной поддержке губернатора Андреевича Воробьева общими усилиями, усилиями строителей. Сегодня бывший Дом офицеров – это культурно-просветительский центр, учреждение муниципальное. А это значит, что занять свой досуг можно будет и бесплатно. Часть кружков объекта – социальные. Объект дает очень многое, потому что, вы же знаете, население города Любрица, оно все время растет. И не хватает культурных учреждений. Здесь как раз, понимаете, здесь будут самые главные, здесь ориентированы на детей. Пока культурный центр заполнен не до конца. Однако уже в ближайшее время здесь планируют открыть исторический музей, небольшой кинотеатр, юго-студию и зону для занятия с настольными играми. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Жители Красной Горки в Люберцах могут спать спокойно. На Комсомольском проспекте открылся участковый пункт полиции. Он стал восьмым по счету в городском округе. Красную ленточку перерезали сотрудники полиции, жители микрорайона, а также глава Владимир Рыжицкий. Новый опорный пункт появился благодаря приоритетному проекту губернатора «100 участковых пунктов полиции», которые реализуются для повышения безопасности жителей Подмосковья. Он расположился по адресу. Комсомольский проспект, дом 20, корпус 2. «Криминогенная обстановка здесь, в нашем микрорайоне, ну не самая худшая, да? В силу того, что люди молодые, только заселились, ну и наша полиция достаточно нормально работает. Другое дело, что иногда поступают в жалобы с точки зрения нет опорного пункта, некому обратиться и так далее. Вот на сегодняшний день обратиться будет куда». «Сейчас, в настоящее время, мы можем с участковыми въехать в новый территориальный пункт, осуществлять прием граждан уже по месту жительства. Как говорил губернатор, мы должны быть ближе к людям, вот мы все ближе и ближе становимся к людям, к этим каждому новому участковому пункту». Перерезать красную ленту в торжественной обстановке пришли и жители микрорайона. Для них организовали экскурсию в еще не обустроенный опорный пункт. В ближайшее время здесь будут работать трое участковых. Данил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Микрорайон «Птицефабрика» тоже в безопасности. В Томилине торжественно открылся новый участковый пункт полиции. Он позволит правоохранительным органам более тесно взаимодействовать с населением и оперативно решать вопросы жителей. Это уже третий участковый пункт полиции в Лёберцах, который открыли в 2018 году. В микрорайоне «Птицефабрика» этому посодействовали жители. Новый объект МВД расположился в 28-м доме. Я хотел бы сказать слова благодарности нашим полицейским, потому что они реально сегодня достаточно активно работают, я хочу сказать, добросовестно работают и реагируют. Потому что полицейские – это люди, которые рядом с нами живут. Они вышли от нас и рядом с нами живут. Поэтому скажем им спасибо. И мы должны думать, как их участь, их жизнь каким-то образом улучшить или их условия труда улучшить. Участковый пункт полиции в Томилине открыли в рамках губернаторской программы. Почетное право перерезать красную ленту предоставили начальнику службы участковых, люберчанам и главе округа. Работа сотрудников объекта положительно скажется на профилактике правонарушений, ведь теперь и здесь соблюдается принцип шаговой доступности. Объект будет обслуживать район, где живут 25 тысяч человек. Здесь, как видите, трассы проходят. Это Егоревское шоссе, Октябрьский проспект, ближайшее расположение логистических центров. Здесь не было раньше участкового пункта полиции. Населению не надо будет ехать в отдел полиции, то есть не тратить время. Вышли доступно и удобно. Для удобства жителей участковый пункт полиции будет работать во вторник, четверг в вечернее время и в субботу днём. Кроме того, открытие подобных объектов планируется также в Марусине и Октябрьском. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. Между тем, в Люберцах сортовал второй этап голосования за название нового микрорайона. Напомню, ранее жилой комплекс Люберцы на северо-востоке округа предложили переименовать путём общественного опроса. Начиная с 27 февраля, люберчане отправляли свои варианты названий на электронную почту. Самые популярные из них вышли во второй этап. Теперь за имя микрорайона на северо-востоке Люберец можно проголосовать на сайте www.lubercet.rf. Выбрать нужно одно из пяти названий – «Зенина», «Заозёрный», «Северный», «Приозёрный» и «Весенний». Итоги конкурса станут известны через две недели. Анна Троян, Дмитрий Розянко, телеканал ЛРТ. В правительстве Подмосковья прошёл форум работников ЖКХ. В нём приняли участие руководители управляющих компаний, а также председатели советов многоквартирных домов. Гостей мероприятия приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Глава региона поздравил их с наступающим профессиональным праздником, а также вручил ряд благодарственных писем, грамоты и почётных званий лучшим представителям этой сферы. В вашей зоне ответственности находится одно из крупнейших в России коммунальных хозяйств. Подмосковье занимает первое место в стране по числу многоквартирных домов. Их у нас 54 тысячи. У блока ЖКХ огромное количество задач. Именно поэтому в 2018 году на жилищно-коммунальный комплекс направлено больше средств, чем в предыдущем. С учётом бюджета всех уровней сумма инвестиций составит порядка 90 миллиардов рублей. Среди приоритетных задач – благоустройство территории, ремонт подъездов и реализация программы «Чистая вода». Андрей Воробьёв подчеркнул, что за последние пять лет в этом направлении в регионе проделана большая работа. Мы будем дальше продолжать эту программу, пока чистой водой не будет обеспечена каждая квартира. Форум по актуальным вопросам управления ЖКХ прошёл накануне профессионального праздника. В этот день четыре человека удостоились почётного звания. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Большое спасибо за оценку моего труда. Областные награды вручали сотрудникам ЖКХ на протяжении всей работы форума. Так, коллектив Люберецкого городского жилищного треста получил почётную грамоту за создание лучшей диспетчерской службы управляющей организации. С 1 марта этого года 95% управляющих компаний заключили договор о создании и дальнейшем продвижении этой службы. У нас есть распоряжение председателя Совета правительства Московской области, о внедрении этого опыта по всей Московской области как пилотный проект. Количество обращений в вышестоящие органы, власти намного снизилось. Потому что есть элемент доверия, есть элемент контроля, есть элемент обратной связи. В этом году в работу управляющих компаний ведут новые правила. Теперь жители Подмосковья будут присваивать им звёзды. По каким критериям пройдёт оценка, решит голосование на портале Добродел. Его запустят в течение двух недель. Мы вывесим на Доброделе предлагаемые показатели и плюс открытое окно, для того, чтобы кто-то ещё что-то мог добавить. И семь максимально мы наберём тех, которые будут, соответственно, учитываться в рейтинг. Первое, наверное, это содержание подъезда. Второе, это качество профессиональных коммунальных услуг, то есть, чтобы не было перерывов. То есть, если есть перерыв, говорить о качестве подъезда даже бесполезно. Третий вопрос – это раздельный сбор мусора. То, что появляется в этом году, что управляющие компании должны организовать. После того, как жители определятся с критериями, они смогут приступить к присвоению звёзд. Планируется, что эта процедура также пройдёт на портале Добродел. На базовом уровне максимальная оценка работы управляющей компании – четыре звезды. Первый рейтинг будет сформирован уже к июню. Глава округа с рабочим визитом посетил Люберецкую теплосеть. В ходе встречи Владимир Ружицкий пообщался с коллективом предприятия и ответил на вопросы, которые волнуют его сотрудников. Подобные встречи с персоналом Люберецкой теплосети Владимир Ружицкий проводит ежеквартально. Зимой глава округа особенно уделяет внимание тому, что происходит на предприятии. Ведь от его работы зависит отопление в домах и организациях Люберец. На встрече сотрудники теплосети задали насущные вопросы. Так, многих волнует проблема пробок, качества дорог и реконструкции уже существующих проезжих частей. Да, Октябрьский проспект, он в плане, сейчас проект завершается и где-то к концу года, наверное, могут приступить к Октябрьскому проспекту. К концу года, следующий год и завершение 21-го года, Октябрьский проспект. То есть он должен быть сквозным и не должно быть светофору, подземные переходы. Ну и может я уже кто-то слышал, я просто повторюсь. И скажем, будет эстакада или там второй ярус над Октябрьским проспектом, где-то будет начинаться в районе Вечного огня. И эта эстакада пройдет до, по сути, до эстакады мальчика. Таким образом, нововведения разгрузят уличный трафик Люберец. Кроме того, в ближайших дорожных перспективах реконструкция Новоризанского шоссе. Урал-5 пустят в обход поселка Октябрьский. Все эти работы выполнят за счет федеральных средств. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Встреча с молодежным крылом ОНФ прошла в Люберецкой администрации. С общественно активной молодежью беседовали глава округа Владимир Ружицкий, депутат Московской областной думы Игорь Каханый. Они отвечали на вопросы собравшихся и искали дальнейшие пути взаимодействия между властью и молодым поколением. Молодежь – будущее страны. От ее решения и выбора зависит многое. Эти слова не раз прозвучали в ходе беседы с молодыми представителями Общероссийского народного фронта. Глава округа также отметил важность участия подрастающего поколения в общественно-политических процессах. И главным качеством успеха в этой сфере назвал их интерес. Ребята в молодые годы, кто неравнодушен, кто пытается набраться опыта, научиться работать, научиться ставить вопросы, решать эти вопросы. У них всегда получалось, получается и они всегда к чему-то приходят. О стремлениях, идеях и своих желаниях рассказали молодые участники встречи. Они задавали волнующие вопросы представителям власти, касающиеся сферы ЖКХ, работы управляющих компаний, а также вопросы спорта и его развития на территории Люберецкого округа. Такой интерес молодежи к непростым темам, по словам Игоря Каханова, не может не радовать. Сегодня вырабатываем эту стратегию, как будем взаимодействовать в текущем году и на будущее. Мне было очень приятно, что есть неравнодушные молодые люди, которые тоже хотят того же, чего я хочу, чтобы люди жили лучше. Также депутат рассказал участникам встречи об особенностях работы Мособлдумы, ее составе и пояснил принцип работы одного из профильных комитетов. По итогам заседания все присутствующие пришли к мнению, что взаимодействие общественников и власти – неотъемлемая часть результата во всех сферах. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий встретился с Союзом промышленников и предпринимателей Люберец. В ходе рабочего визита глава муниципалитета поговорил с представителями бизнес-сообщества об их работе, актуальных проблемах и наболевших вопросах. Вот весь человек, когда он хочет, у него есть таланты внутренние и желания, он все решает. Деньги находят и все остальные вопросы. Поэтому можно только порадоваться за людей, за коллектив, которые собраны здесь. Надо, конечно, в этом мире устоять, но уже сказал, что 21 век – это будет век жесточайшей конкуренции. Во всех смыслах. Подобные встречи членов Союза промышленников и предпринимателей с местными властями уже стали традицией. Их цель – обмен опытом в части организации и управления производством и бизнесом. Добавлю, Союз представляет и защищает интересы бизнесменов, проводит общественно-правовые экспертизы законодательных и нормативных актов, консультирует предпринимателей. Кроме того, компания занимается поддержкой инновационной деятельности, технологиями, патентами, ноу-хау и помогает внедрить все это в производство. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Заседание общественной палаты Люберецкого округа пошло в администрации муниципалитета. Председатели 13 профильных комиссий обсудили итоги работы за 2017 год, а также поделились планами на 2018. В рамках встречи состоялось вручение удостоверения и благодарности членам общественной палаты за вклад в развитие округа во всех сферах. На очередном пленарном заседании собрались 30 из 45 членов общественной палаты. Высокую оценку их работе дал депутат Мособлдумы Игорь Каханый. Далее в рамках встречи заслушали отчеты представителей профильных комиссий о проделанной работе за 2017 год. Так Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям, помимо выполненных задач, поделилась планами на дальнейшую работу. В Люберцах совместно с такой же профильной комиссией из общественной палаты городского округа Подольск планируется провести мероприятие, посвященное интеграции и адаптации мигрантов в Московской области. Это будет круглый стол на тему роль диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики на территории Московской области. Также одним из интересных и важных вопросов повестки стало выступление Александра Чувашева. Он предложил создать в Люберецком округе команду по баскетболу на колясках, подчеркнув, что много людей и не только с нашего округа хотели бы получить такую возможность. Вот такая вот ситуация. Есть ребята, мы готовы уже в принципе начинать тренироваться. Есть все практически. Город поддерживает, спорткомитет поддерживает. Сейчас вопрос стоит в закупке колясок, денег, как обычно. Все остальное есть. Также Александр отметил, что такая команда станет единственной в Подмосковье и будет располагаться именно в Люберцах. И это необходимо, чтобы помочь развитию спорта без ограничений. Далее на заседании состоялось торжественное вручение удостоверений председателям, членам общественной палаты, помощникам и консультантам-экспертам, а также награждение дипломами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наши Подмосковья». Вторая премия награждается Дегтяревой Екатерина Григорьевна. И члены инициативной группы «Успешная практика взаимодействия СМИ с междунациональными объединениями». Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Отметим, что по итогам пленарного заседания был выдвинут ряд предложений по дальнейшей работе Общественной палаты городского округа Люберцы и ее профильных комиссий. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В Люберецкой стоматологической поликлинике появится детское отделение. Члены общественной палаты округа встретились с главным врачом учреждения, чтобы обсудить перспективы развития поликлиники, а также повышение качества стоматологической помощи. Муниципальная стоматологическая поликлиника – единственная в Люберцах. С февраля этого года ей руководит Роман Антоненков, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Члены общественной палаты встретились с ним, чтобы узнать о планах развития медучреждения. Руководитель сейчас, который новый, вот Роман Витторович, главный врач этой поликлиники, он и является главным стоматологом округа. Поэтому у нас очень большие надежды на то, что сейчас улучшится оказание как стоматологической помощи, но и взаимодействие с Министерством здравоохранения. Поликлинику в ближайшее время ожидает ряд преобразований. Главное – это открытие детского отделения, помещение под которое уже выделено и начался ремонт. Мы планируем один кабинет как детскую хирургическую помощь, стоматологическую, один кабинет – стоматолог-ортодонт. И вот напротив у нас кабинет, он небольшой, но мы планируем там сделать такую как игровую комнату. Детское отделение сможет принять около 40 человек в смену. Для этого планируется дополнительное обучение врачей-стоматологов, а также набор новых специалистов. Также в поликлинике появится отдел имплантологии. Сейчас мы как раз решаем вопрос о закупке необходимого оборудования, чтобы запустить имплантацию. Это один из приоритетных проектов по здравоохранению и стоматологии. Это очень важно, потому что от улыбки каждого человека зависит и атмосфера, и взаимоотношения между людьми, и, конечно же, в том числе, хорошее настроение. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В редакцию нашего телеканала поступают жалобы от жителей северной части Люберец на состояние тротуаров и пешеходных дорожек. Совместно с общественниками и инспекторами Госадом Технадзора мы проверили один из наиболее оживленных участков на улице Попова. Все подробности прямо сейчас. Несколько лет мы просим, добиваемся, чтобы эта территория убиралась, потому что там дорога на почту, к магазинам, детскую поликлинику, детские сады. Проблемный участок, о котором говорит Татьяна Кузнецова – улица Войнов-интернационалистов, дом 10. После многочисленных обращений жителей в различные станции здесь наконец-то появилась снегоуборочная техника. Но буквально через дорогу на улице Попова картина совершенно другая. На пути у пешеходов сплошные испытания. Огромные лужи здесь чередуются с наледью и снежными горками. Вот как здесь с палочкой или как-то с коляской, как здесь пройти? Здесь подвергаешься опасности. Вот девушка с коляской. А у нас таких очень много. По прогнозам синоптиков, в конце недели снова ожидаются сильные морозы и очередные снегопады. Больше всего жители этого района опасаются последствий таких сюрпризов погоды. А послезавтра будет минус 20, и представляете, что тут будет. И так постоянно. Магазины, вот эти вот хотя бы Попова, дом 34-1, эти вечно не очищают перед свою территорию. Это они вчера приехали, может быть, знали вы. Вот здесь вот очистили. Кошмар какой-то. Я сама раза два навернулась там. И вообще безобразие какое-то. Ну а тут вы сами видите, вот так вот сейчас вот через это лучше пенсионеры, как лягушки прыгают. Состояние кровель торговых объектов, расположенных на этой улице, также вызывает опасения у жителей. Сосульки представляют собой прямую угрозу жизни и здоровью людей. О столь проблемном участке Люберит знают инспекторы Госатомтехнадзора. Уже направлен запрос в администрацию муниципального образования, а именно в торговые отделы, которые будут предоставить нам сведения о собственнике данной строения и сооружения. Потому что непосредственно арендатор или вывез, который мы видим, он может не являться ответственным лицом по содержанию прилегающей территории. Стоит отметить, что кроме уборки снега, собственник торгового объекта обязан позаботиться и о его вывозе. За ненадлежащее содержание территории юридическим лицам грозит денежный штраф от 15 до 70 тысяч рублей. Луиза Игазарян, Александр Богданов, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Тем временем подмосковные инспекторы Госатомтехнадзора продолжают следить за зимней уборкой железнодорожной инфраструктуры. Так, в ходе операции «Безопасные ступени» сотрудники территориальных отделов Главного управления и ведомства проинспектировали расчистку 75 ЖД-объектов. Операция «Безопасные ступени» проводится, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителям на объектах железнодорожной инфраструктуры в зимний период. В первую очередь инспекторы проверили те объекты, на которых постоянно наблюдается большой поток людей, а также места повышенной опасности. По итогам проверок от снега и наледи очищены 11 пешеходных переходов через железнодорожные пути, более 20 наружных лестничных пролетов. Кроме этого налажена зимняя уборка 15 ЖД-платформ и 8 станций. Также по предписаниям рабочим пришлось убрать наледь с крыс шести зданий, очистить более 30 объектов и подходов к ним. Стоит отметить, что ответственным организациям выписаны штрафы почти на полтора миллиона рублей и назначены 8 предупреждений. Анна Троян, телеканал ЛРТ. И мы продолжаем выпуск. Владимир Ружицкий встретился с членами Совета ветеранов. Глава городского округа поделился дальнейшими планами по развитию муниципалитета, а также ответил на все интересующие вопросы присутствующих. Вопросы, поступившие от актива Совета ветеранов, в основном касались работы медицинских учреждений, организации торговли, а также благоустройства территорий. Но больше всего пенсионеров волновала проблема с транспортной ситуацией в округе. В 346-й ждали-ждали, не дождались. И это не один день. Это как система у них. Владимир Ружицкий отметил, что проблемы с транспортом наиболее остро стоят в новых микрорайонах. Для разрешения ситуации глава предложил организовать встречу активных жителей округа с представителями компаний-перевозчиков. Также на встрече прозвучали вопросы касаемо реконструкции станции Люберцы-1. Стоят вот эти вот палатки, никому не нужные. Первый ряд, где остановка автобусов. Автобусы встают друг за другом, чтобы выехать. Жди, пока предыдущий уедет. Не важно, что ты должен уехать. Станция Люберцы-1, она подлежит реконструкции. Здесь будет так называемый транспортно-пересадочный узел. Но как он строится? Не за государственные деньги, а за счет привлеченных инвестиционных денег. По словам главы округа, столь масштабная работа требует больших финансовых вложений. На сегодняшний день инвестор, готовый взяться за нее, пока не найден. Луиза Егязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. Владимир Ружицкий посетил поселок Октябрьский. Там он встретился с жителями, а также педагогическим активом школы номер 53. На встрече обсудили проблемы жилищно-коммунального сектора, строительства дорог и социальных объектов. Встреча состоялась в актовом зале школы номер 53. Глава округа рассказал о проблемах поселка, которые находятся в стадии решения. Это поликлиника-больница, и мы будем решать. Другого пути у нас нет. Сегодня есть проблема школы в Октябрьском, потому что у нас в Октябрьском две смены, и школу построить негде. Вопрос, где строить новую школу и детский сад, в поселке особенно острый. Глава сообщил, что под это строительство решено ввести в генплан часть земельного участка, принадлежащего лесному фонду. Вопросы изъятия земель из лесфонда проходят через решение правительства Российской Федерации. Эту тему не решает губернатор. А правительство Российской Федерации. Вопрос сложный. У нас другого пути нет, он надо заниматься. Также обсуждалась проблема пробок. Владимир Ружицкий сообщил о бюджете, заложенном в этом году на дорожное строительство. Принято решение на федеральном уровне, оно поддержано областью и с нами тоже согласовано. Дорога Урал-5, мы называем, Ново-Рязанское шоссе, обойдет поселок Октябрьский. Об этом говорим последние лет 25. По этому году уже выделено 6 миллиардов рублей. По традиции все желающие задавали свои вопросы. Они касались работы правоохранительных органов, организации праздника на 9 мая, а также нехватки социальных маршрутов и аптек. В связи со строительством больницы, ну с реорганизацией, перестала функционировать аптека для социальных больных. Нам сказали, что от поселка до Люберец маршрутка с пенсионеров берет 20 рублей, но у нас такого нет. По району есть социальные маршруты, поэтому вы должны знать, какие маршруты, и там пенсионер ездит бесплатно. Жители жаловались на проблемы аварийного и ветхого жилья, а также работу управляющих компаний. Владимир Ружицкий рассказал о нововведениях в системе ЖКХ Люберец. Мы сегодня, по сути, создали единую диспетчерскую службу в системе ЖКХ. Мы в Московской области в этом вопросе первые. Все вопросы, которые обсуждались на встрече, зафиксированы и взяты под контроль властей. Данил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И снова к новостям спорта. Турнир по смешанным боевым единоборствам прошел в Люберцах. В нем приняли участие профессиональные спортсмены из разных городов России, а также Азербайджана, Узбекистана, Брасилии и Польши. На ринге дворца спорта «Триумф» состоялось 12 боев по правилам ММА. ММА – смешанные единоборства или бои без правил. Быстро развивающийся вид спорта, который в последние годы стал международным явлением серьезной индустрии и множеством поклонников. Турнир Лиги «Голден Тим Чемпионшип» прошел в Люберцах впервые. Я с любопытницами желаю хорошей, зрелищной такой борьбы и пусть будет сильнейший. «Голден Тим» – клуб лучших бойцов Московской области по смешанным единоборствам, где тренируются члены сборной России по ММА. На базе клуба создан промоушен «Голден Тим Чемпионшип», который с 2017 года проводит уже третий турнир. На сегодняшний день это третье мероприятие, которое мы проводим. Вот решили его провести в Люберце. Нашей задачей было продвижение именно боев без правил. У нас выступают два чемпиона мира, два чемпиона России. Все ребята титулованные. Сейчас как раз один из таких турниров, где выступает очень много ребят, которые сегодня являются первыми номерами сборной команды России, официальной сборной страны. На ринг вышли именитые спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Грозного, а также Азербайджана, Узбекистана, Польши и Бразилии. 12 зрелищных боев, среди которых схватка спортсменок из Москвы и Уфы. Круто. Прошли болеть за наших, за голден тем. Отличные, острые бои. Очень интересные. И замечательно организовано все. В жите чемпионатчик набирает обороты. Я на третьем турнире уже выступаю. И каждый турнир все круче и круче. Самым ожидаемым поединком турнира стал бой восходящей звезды российского ММА Анатолия Малыхина против спортсмена из Польши Михаила Влазла, где российский тяжеловес в первом раунде удушающим приемом победил польского бойца. Очень легко все было, но очень тяжелая была подготовка. И спасибо всем людям, которые мне помогают на протяжении моего пути. Промоутерская компания Golden Team Championship планирует проводить турниры, привлекая как российских, так и зарубежных бойцов. Главная ее цель – продвигать молодых перспективных спортсменов на более высокий уровень. Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Общественное движение «Русский характер» и Люберецкий спорткомитет привлекают школьников к занятиям спортом. В гимназии номер 24 они провели мастер-класс по тайскому боксу. Первоклассники научились основам ведения боя, а также узнали, что такое апперкот. Мастер-класс для детей провела Анастасия Блинова – бронзовый призер чемпионата России 2016 года по тайскому боксу. В общественном движении «Русский характер» она координатор по спорту и уверена, что здоровый образ жизни нужно вести с самого детства. Мы пропагандируем спорт и здоровый образ жизни для молодежи. В мое время такого не было, чтобы к нам в школу кто-то приходил, показывал мастер-классы. Сейчас мы активно вводим вот эту деятельность и вот эту идею в разные школы. За время урока дети успели разобрать основные элементы тайского бокса. Научились правильно наносить удары с рук и ног, а также выучили апперкот – резкий удар снизу. Ручки нужно возвращать. Ты нанесла удар, вернула руку. Нанесла удар, вернула руку. Вот, умница. Потом были еще удары снизу. Аперкот. У девочек энтузиазм такой был прям ярый. Когда мы закончили, показали мастер-класс, девчонки больше хотели все-таки со мной побороться на перчатках, нежели мальчишки. Общественное движение «Русский характер» регулярно проводит спортивные мероприятия в Люберецком округе. Их главная цель – привить детям любовь к физкультуре и мотивировать на тренировки. Данил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Проводим зиму безопасно. Под таким лозунгом Люберецкие пожарные устроили спортивные состязания и продемонстрировали гостям мероприятия всю силу и важность этой службы. Смотр техники, игра в хоккей, чаепитие – это и многое другое сотрудники пожарных частей приготовили для гостей мероприятия. Подобное спортивное событие Люберецкий пожарно-спасательный гарнизон провел впервые. В этом мероприятии приняли участие более 40 сотрудников, как, например, Дмитрий Формозов. Он работает радиотелефонистом, пожарной службе отдал уже 16 лет. Такое проведение выходных с коллективом, по его словам, отличная возможность развеяться и поближе пообщаться с коллегами. Активное участие он принял в дружеском матче по хоккею среди сотрудников пожарно-спасательных частей. Сегодня победила дружба, все довольны, все счастливы. Получили классное настроение, заряд бодрости на всю неделю и на оставшееся время. В этот день Люберецкие спасатели, помимо игры в хоккей, смотра техники, а также одевания спецодежды на скорость, угощали чаем и сладостями всех присутствующих. Участие в этом принимали не только профессиональные спасатели, но и их дети, курсанты юнормии и студенты профильного техникума. В этот день многие приходили целыми семьями, как и сам начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. Жене и дочке он решил показать другую сторону своей работы. Дочка первый раз встала на коньки, попробовала для себя. Поэтому я думаю, да, это очень нужное, хорошее мероприятие, которое сплачивает коллектив. Пожарные – это такие же обычные люди, такие же, как все остальные, и хотели все это дело для того, чтобы получилось как праздник. Я думаю, что оценку этому мероприятию, наверное, все присутствующие дадут, но я доволен тем, что мы это мероприятие все-таки провели. Мероприятие прошло с целью привить гражданам культуру пожарной безопасности. Павел Иванов отметил, что по статистике с понижением температуры растет количество пожаров. Но благодаря подобным событиям и профилактическим беседам на территории округа удалось сократить гибель людей на пожарах и количество возгораний. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В детской школе искусств номер один состоялся открытый окружной конкурс исполнителей на струно-смычковых инструментах. В нем приняли участие 27 юных музыкантов из Люберис, Дзержинского и Котельников. За выступлениями скрипачей и виолончелистов наблюдала наша съемочная группа. Концертный зал детской школы искусств как никогда полон зрителей. Поддержать молодых виртуозов пришли родители, друзья и, конечно, преподаватели. От имени главы городского округа участников музыкального конкурса поприветствовала председатель комитета по культуре Светлана Носкова. Разрешите мне обратиться к педагогам. То, что наши ребята могут выступать на больших сценах международных, то, что они прославляют наш городской округ Люберцы, это, конечно же, большая ваша заслуга. Такой конкурс проводят в городском округе не впервые. Ежегодно, вот уже на протяжении 20 лет, в Люберецкой школе искусств выявляют лучших музыкантов. Сотрудники учреждения культуры с радостью отмечают, с каждым разом участников становится все больше и больше. На этот раз их 27. В этом конкурсе у нас принимает участие в этом году 9 учреждений культуры, 7 школ. Конкурс этот очень интересен тем, что помогает нам выявить талантливых детишек, в первую очередь. Во-вторых, он помогает обмениваться опытом преподавателям, подбирать новый репертуар. Выступления юных скрипачей и виолончелистов проходили по трём возрастным категориям. В каждой из них определятся первые, вторые и третьи места. Исполнение ребят оценивали компетентные члены жюри, в состав которого вошли преподаватели музыки из различных уголков Подмосковья. Ну что ж, и в завершении выпуска в Люберцах впервые прошёл региональный конкурс красоты «Миссис Люберцы-2018». В финале выступили 11 конкурсанток из Люберец, Лыткарина, Держинского и Котельников. Финалистки на протяжении двух недель посещали мастер-классы и тренинги, чтобы выступить без волнения и страхов. Так кто же получил титул самой красивой женщины, которая будет представлять наш округ на всероссийском конкурсе красоты? Узнаете прямо сейчас. Масштабное событие, самые красивые финалистки, мамы с большой буквы. Кстати, главным условием конкурса было наличие у каждой участницы как минимум одного ребёнка. Перед выступлением 11 красавиц мы зашли в Святую Святых, туда, где природной красоте придают ещё больший шарм – гримерку. И узнали их готовность к первому выходу на сцену. Это впервые, и для меня это открытие за все две недели, что со мной произошло на этом конкурсе. Это просто перезагрузка. У нас вчера был такой вот мастер-класс по психологии от Таши Ункель. Она помогла нам справиться с какими-то внутренними волнениями, со страхами. Поэтому сейчас полностью спокойно, страха вообще нет. Уверенные, красивые и целеустремлённые – вот такие они наши молодые люберецкие мамы. И после долгой двухнедельной подготовки они готовы к долгожданному выходу. Каждая из 11 участниц показали свои таланты – танцевальные и песенные номера. Вот и финалистка под номером два. Надежда Анненкова покорила не только своим исполнением, но и красивым образом. Так после индивидуальных выходов, как и в любом конкурсе красоты, одним из самых ярких элементов мероприятия стало, конечно, дефиле в купальниках. После всех этапов выступлений, пожалуй, самым долгожданным моментом стало награждение. Каждая из финалисток получила одну, а то и несколько номинаций. Миссис Благотворительность, Миссис Талант, Бизнес Вумен и многие другие. И вот этот момент, когда все с замиранием сердца ждут имя обладательницы главного титула. Миссис Люберти, 2018 год. Вручается кому? Виноградовая. Виноградовая. Не, слышу, волкот? Виноградовая. Вручается Виноградовая Анна. Так, участница под номером 9 Анна Виноградова получила главный титул конкурса «Миссис Люберти-2018». Вообще, этот конкурс стал поистине масштабным. Информационным партнером мероприятия выступил телеканал ЛРТ. Также звездный состав жюри. Это именитые и известные в индустрии красоты и шоу бизнеса гости. Везде красивые, не то чтобы наши мамочки, безумно красивые девушки, но и детки нарядные. Это просто, ну, я очень люблю такие праздники, потому что считаю, что каждая женщина имеет право быть самой красивой, самой умной, самой фитнес-вумен. Сегодня было огромное количество номинаций. Всех поздравляю, очень рада за всех. Конечно, за этим праздником, который доставил эстетическое удовольствие не только гостям, но и самим участницам, стоит не один день подготовки. Организаторами конкурса стали также титулованные участницы всевозможных конкурсов красоты. Конкурс создан в рамках «Миссис Россия-Мира». Данный конкурс уже на протяжении многих лет работает в России и международной. «Миссис Люберцы» создавался как региональный конкурс, потому что на сегодняшний день пять региональных конкурсов, которые отбирают именно Подмосковье на всероссийский «Миссис Мира». Так теперь для Анны Виноградовой предстоит еще один этап – выступление на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Ворлд Раша-2018», который пройдет в Краснодаре. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.